Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Надия. В эфире программа «Непростое состояние» и я, ее ведущий, Валерий Механошин. С радостью представляю вам нашего постоянного гостя, христианского психолога Лидию Дмитриевну. Нейкур, здравствуйте! Добрый день! Мы продолжаем цикл «Слепая любовь». К нам в студию пришло письмо. Отец семейства пишет. Прошу, помогите правильно решить ситуацию, в которую попала наша семья. «У нас есть уже, слава Богу, четверо детей, но моя жена просто стала другим человеком. Все время только для детей, все деньги только на детей. Даже если они капризничают и орут в истерике, она удовлетворяет все их запросы. Я считаю, что это крайне неправильно, но она меня не слышит. А когда я сказал, что она имеет слепую любовь к детям, то она не разговаривала со мной два дня. Где найти слова, чтобы избавить детей от такой любви? Может быть, поможете нам? Мы всегда смотрим ваши передачи и думаем, что она даже узнает в ней себя». Хорошо бы. Как вы ответите? Ну, это грустная, конечно, ситуация и, можно сказать, аховая. Потому что дети-то растут, мама-то так понимает, что она правильно себя ведет. И отец страдает. То есть вся семья страдает. Дети рады, конечно, удовлетворяются все их нужды. Тут в данном случае счастливые только дети чувствуют себя. А в самом деле несчастные будут все. Потому что отец не видит нормальной семьи, мама не видит отношений с мужем никаких, а дети растут в полном удовлетворении своих прихотей. Что хотят, то получают. И вот это убеждение мамы в данном случае, что надо жить и отдавать все детям, это ошибочное мнение, как мама думает, что это самый большой подарок, что нужно детям это все отдать. Что нажито все детям, все должно быть детям. И дети вдруг получают в конце жизни родителей такой большой подарок, как вот счет в банке, машины и дома, все это остается детям. Родители счастливы, они вроде бы как выполнили свой долг. Для детей старались. Да, для детей старались. А в самом деле, получается, задармо полученное, вот такие, не без всякого труда, оно так и уходит. Потому что, очень мне нравится такое выражение, самый большой подарок, который родители могут сделать для детей, это не дома, не машины и не деньги. А их обучение правильно жить, правильно зарабатывать и правильно поступать. Вот это самый большой подарок. В данном случае этого я не вижу. Оказывается, слепо любить можно не только возлюбленного, но и детей. Хорошо ли это? Кто от этого страдает? Муж? Жена? Или сами дети? А может, только так и нужно любить детей, иначе не удастся их хорошо воспитать? Сегодня наша тема «Я живу только ради детей». Антон Павлович Чехов, говоря о воспитании, заметил, когда у нас появляются дети, то все слабости, как-то склонность к компромиссам, к мещанству, мы оправдываем так. Это для детей. Лидия Дмитриевна, скажите, пожалуйста, а самим детям им нужна ли такая любовь? Ну, сначала они будут не против даже очень, потому что удовлетворяются абсолютно все их запросы. Мороженое, пироженое. Абсолютно. И даже заказы потом и выполняются. Чуть постарше дети стали. Список пишут там, да? Да, они целые списки. Под подушку Деду Морозу. Да, и мама, и папа удовлетворяют. Так вы спросите у детей, им нужна такая любовь? Они скажут «да». Нам это нравится. А на самом деле? А в самом деле потом начинают они плакать только не от того, что их очень родители любили, а потому что они не могут приспособиться к жизни. Им же все было дано. На блюдечке. Все давалось с голубой каемочкой. Все давалось по любым запросам. А теперь родители уже старенькие стали. Они уже не могут удовлетворять таких больших запросов. И начинается недовольство детей на родителей. А что вы сейчас не даете? А родители говорят, а мы уже не в силах это давать. Ах, да, давали, давали. А теперь не в силах. И они требуют с родителей дальше и дальше, чтобы все было отдано детям. И теперь дети чувствуют себя несчастными, неблагодарные. И сами они неблагодарные. Родители чувствуют себя несчастными. И потом обижаются. У меня даже на консультировании это часто бывает. Мы все отдали детям. И здоровье, и деньги, и все. Переписали все, что было. А дети даже спасибо нам не скажут. Почему? И родители несчастные, и все получаются несчастные. А от чего это? От того, что любовь слепая. И я даже не назвала бы эти отношения любовью. Потому что вообще любовь слепая не бывает. Она очень даже зрячая. Здесь потребительские больше какие-то, да? Она просто далеко видит. И если родители по-настоящему любят ребенка, или своих детей, они видят далеко, что этому ребенку нужно сегодня знать, чему его надо научить, чтобы когда он вырастет, он вот это и это знал. И как заработать, и как сохранить, и как сэкономить. Этому нужно обучать детей. И как родителей уважать. Да, конечно. Если, например, родители с маленького возраста научили ребенка, что то, что ему дается, это не просто так дается, оно зарабатывается. Они обучили его. И за все, что ты получаешь, нужно говорить спасибо. То есть мы выполняем правила Божьего поведения. Будьте благодарны за все. И вот мы обучаем этому детей. То дети вырастают, и они продолжают быть благодарны родителям. Да и не только родителям, а везде со всеми людьми ведут себя по-человечески. Спасибо вам за такую позицию. Один из наших зрителей спрашивает, где граница материнской любви, когда эта любовь перерастает вслепую? И бывает ли отцовская любовь слепа? Ну, это все равно, что отцовская, что материнская любовь. Человек склонен, если он чего-то не знает, не досматривает, то есть у него зрение вот этой любви не обострено так, как надо, он склонен к этой слепой любви, к любви, которая не имеет отдачи. Это может быть и отец, это может быть бабушка, чаще всего. Бабушки и дедушки, они удовлетворяют все потребности своих внуков. И мамы и папы даже видят иногда, что вы не делаете так, потому что... Немножко ревнуют даже. Да, даже не так, они не то, что ревнуют, а они видят последствия вот этих поступков. Совсем разбаловали, да? Да, разбаловали. У бабушки побывал, сейчас от рук отбился. И не могу справиться с ребенком. Что мне делать? Не пускать к бабушке? А это и есть вот та слепая любовь. Как же? Это же надо, баловать надо детей. Вот и балуют. Я не против того, например, по поведению, что внуков нужно баловать, но это баловство, оно должно быть грамотным. Рамки какие-то должны быть. Мы можем что-то дать, мы можем что-то сберечь для них. И в самый нужный момент это сделать так, чтобы ребенок понял, это ему дается, но он должен быть и благодарным за это, и оценено должно быть нормально. Но когда слепая любовь, совершенная, то ли у бабушек, дедушек, то ли у папы и мамы, это не имеет значения, когда она слепая, все дается безвозмездно, без последствий, без ничего. Это для тебя, детки, это все для вас. И родители просто как в пропасть все это бросают, без всякого возврата. И потом теряют и самих детей. Поэтому слепая любовь, если уже это слово есть, слепая, мы видим, что что-то мы недосматриваем, недотягиваем, информационно, до той меры, границы, которая воспитывает правильно наших детей, это уже слепая любовь. Это уже ненормально. Лидия Дмитриевна, так как же воспитать все-таки и детей не со слепой любовью, а со зрячей? Так вот эти два слова давайте мы и сопоставим. Слепая и зрячая. Слепая – это значит, ничего не вижу, а только отдаю детям. А зрячая – я что-то вижу, это не значит, что я не дам детям чего-то. Я ограничу то, что не надо давать, я не буду давать. То, что надо, я обязательно дам. И я тогда оценю правильно, что же я могу и должен дать детям. Зрячая любовь, она далеко видит, она знает, что этого детям не надо давать, а это нужно. Вот что значит глаза открытые. Я далеко вижу, что если я это сейчас безвозмездно вот так буду давать детям, они вырастут у нас потребителями. Это люди не совсем полноценные будут в обществе, они будут страдать. Кстати, у нас говорят общество сейчас потребителей. Потребителей, да, потому что так воспитано. Все ради детей, все, между прочим, после войны родители начали вот страдать этой болезнью. Со слепой любовью воспитывать детей и все им отдавать. Мы этого не имели, мы очень тяжело жили, пусть хоть мои дети поживут. Вот такой подход к воспитанию детей. И вот поэтому вот это поколение потребительское, а родители должны. Они все промотают потом то, что родители им оставили. Это неправильно. Зрячая любовь видит далеко и не позволит сделать то, что повредит жизни в будущем своим детям. Спасибо. Французский поэт Пьер Буаст как-то сказал, делайте из ребенка кумира. Когда он вырастет, то потребует жертв. Одна из наших зрительниц столкнулась с этой проблемой. Я зачитаю ее письмо. Лидия Дмитриевна, скажите, пожалуйста, что мы сделали не так? Всю жизнь старались с мужем, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. У них всегда все было, что они хотели. У нас есть сын 24 лет и дочь 19 лет. У каждого есть своя машина. Хотим купить каждому квартиру, но я вижу, что все идет не так. Оба приносят нам много огорчений и переживаний. Абсолютно неблагодарные дети. Сквозь зубы скажут спасибо и то не всегда. Что же мы сделали не так? Этот вопрос меня беспокоит все чаще. Помогите разобраться в нашей беде. Даже квартиры детям собирается купить эти машины. Но что-то не так. Они уже почувствовали, что что-то не так. Но я хотела бы подчеркнуть вот такую тут один моментик такой. Мы делали все, чтобы дети ни в чем не нуждались. Вот это ключевая фраза этого письма. То есть они все сделали, чтобы дети ни о чем не беспокоились, нигде ничего не зарабатывали. Все легко и хорошо. А все получали. И мы это старались всю жизнь. То есть, собственно, воспитывали идола, которому поклонялись, которому жертву все приносили. Да, вот это как раз выражение, оно в практике в этом письме. Теперь дети выросли, они дальше продолжают жить такой же жизнью. Давай, давай, давай. Я идол, а ты должен мне приносить все жертвы. И вот они такой жизнью начали жить, родители начали чувствовать себя неуверенно и обеспокоенно. Ну и вот проблема, что эти дети уже испорчены. Да. А теперь вот что с детьми делать? И мне очень часто приходится отвечать на этот вопрос, потому что обычно прозревают родители, когда имеют результат. Ограничить их ничего не давать или все забрать. Они же даже спасибо сквозь зубы говорят. Как с ними общаться вообще даже? Потому что как идол? Если он был идол, он не мой был, он никогда спасибо и не говорил толком. Он воспринимал все как необходимое, как положенное для него. А теперь родителям я советую одно. Собрать детей в один семейный круг всем вместе. Квартиры не покупать еще. Квартиры пока еще ничего не покупать. Вот напрасно они машины купили. Но уже все сделано. Но теперь нужно очень серьезно родителям помолиться. Во-первых, попросить прощения у Бога за то, что они сделали отрицательное для детей. Они уже в этом письме видно, что они поняли, что они что-то не то сделали. Во-первых, попустительство полное, не обучение детей зарабатывать, не умение детей оценить. А этому мы обучаем очень маленьких детей. Уже с двух лет можно учить детей ценить то, что он имеет. Это и книжечки, и игрушечки, чтобы они понимали, что эта вещь, каждая вещь, она должна сохраняться, и за нее нужно быть благодарным. Но когда дети выросли в этом таком потребительском духе, то родителям очень трудно что-то изменить. Очень трудно. Ведь это поезд ходил по этим рельсам 20 лет в данном случае. Что теперь делать? Извиниться перед Богом, попросить мудрости. Как ответить детям на эту ситуацию жизненную, которая их постигла? И самое главное, извиниться перед детьми за тот образ жизни, которому приучили их родители. То есть, чтобы дети не почувствовали так, было так-так, а теперь оп, и стало иначе. И теперь такое удивление и злость. То давали-давали, а теперь не дают. Дети должны увидеть, что случилось. А вот это первое, что должны они увидеть, первое, родители вели себя неверно. И поэтому попытаться спокойным голосом поговорить с детьми, что мы допустили большую ошибку. Чтобы дети сами поняли, что что-то неправильно. Да, и вот родители извиняются перед детьми, что они и это давали, неверно было. И это давали, и так поступали. Это было все неверно. И поэтому нужно извиниться, что мы виноваты. Мы вас воспитали потребителями. А теперь, детки дорогие, будет все иначе. Уж вы извините нас, но теперь будет иначе. Вы будете зарабатывать, вы будете сами приобретать, и будете тогда ценить. То, что мы не дали для вас до 24 лет, как в письме написано, то уж теперь мы поняли только сейчас, что мы виноваты. А, пожалуйста, теперь зарабатывайте сами. И никакой помощи, особенной вот такой, как это было до этого, чувствовалось, все собиралось ради детей. Для себя ничего не оставляли. И эти дети бедные, они выросли, не видели, как же надо строить семью, как же надо воспитывать своих детей, как относиться к жене. Девочка выросла, она не знает, как относиться к мужу, чтобы зарабатывать вместе. Что такое бюджет, за который нужно еще и Бога поблагодарить. Они это все пропустили. И это самая главная ошибка этих родителей. Об этом всем нужно сказать детям. Они уже взрослые. И поэтому скажите, извинитесь и измените свое поведение в корне. И может быть, вам что-то удастся родителям вот этим изменить. Может быть. Очень трудно, но если они с Богом это будут делать, то постепенно, постепенно дети начнут сами, хотя бы ручками своими, зарабатывать для себя и для своих будущих семей. Спасибо большое за мудрый совет. Дорогие телезрители, мы надеемся, что вам удастся применить эти советы и что-то изменится. Вы смотрите программу «Непростое состояние». Продолжим после небольшой паузы. Сегодня мы говорим о слепой любви к детям. Я живу ради детей. Правильная ли это позиция? С нами постоянный эксперт-психолог Лидия Дмитриевна Некурс. От слепой любви страдают не только дети, но и сами родители. Часто молодые отцы жалуются, что жена занята только детьми. Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Моя жена любит только детей». Любовь матери к ребенку пожалуй, одно из самых воспетых чувств. Это поистине сокровенное состояние души, когда хочешь все самое наилучшее отдать своему чаду. Но глава семейства, видимо, не совсем разделяет данных чувств своей супруги. Все было бы хорошо, если слишком много внимания она не уделяла их маленькой дочке. Но когда дело доходит до того, что даже всю еду она готовит своей принцессе, то путь к сердцу мужчины начинает волноваться. К тому же это продолжается, видимо, уже довольно длительное время. Как поступить оставленному без внимания мужчине? Как вновь возобновить прежние отношения со своей женой, которая когда-то была так близка к своему мужу, но с появлением ребенка, как будто позабыла о том, что существует человек, который любит ее не меньше, чем свою дочь. Лидия Дмитриевна, мы только что увидели, как в разных семьях бывают разные методы воспитания. В данном случае мы видим, что у матери слепая любовь, и из-за этого страдает отец. А у папы чуть-чуть зрячее. Да, чуть-чуть зрячее. И вот что вы можете посоветовать таким семьям? Здесь, конечно, видно, что отец он прозревать начал, что что-то не так. И можно заметить только, что слепая любовь, она обязательно разрушительную работу делает не только направлено к детям. Мы уже поговорили о том, как может вырасти такое растение в семье, которое безответственно относится вообще ко всему и ко всем. И сегодня очень много такой информации и таких последствий. Но слепая любовь разрушает и семейные отношения. Слепая любовь к детям с одной стороны. Вот мама в данном случае слепо любит детей. Она уделяет внимание только детям и думает, что она делает благое дело, что она любит детей. В самом деле это не так. Потому что дети воспитываются не тем, что мама отдает им или папа отдает, и как она себя ведет с детьми, а дети больше воспитываются как мама относится к папе. и как папа относится к маме. В данном случае здесь мы видели в отношениях такое затишье. Перекос какой-то. Да, мама абсолютно никакого внимания не уделяет папе. Папа сердитый или как в воду опущенный, не знает, что ему делать. Там с детьми немножко поиграется, но он же хочет иметь отношения какие-то с женой. А дети они это все наблюдают как модель. То есть вот эта перекошенная модель по отношению к детям она мешает супружеским отношениям. И главное звено брака нарушается. Главное звено брака это муж-жена. И Бог говорит нам, чтобы мы очень внимательно относились именно к тому, как строятся отношения между мужем и женой. Если эти отношения здоровые, нормальные, дети воспитываются в таком же здоровом духе. Они вырастают и знают, как построить свои отношения в своих семьях. В данном случае эти дети воспитываются как-то кособоко. То есть они вырастают потребителями, потому что мама безумно их любит, слепо любит. И в том же самом это один минус. И второй минус. Они не имеют модели брака. Они не знают, как должны относиться они, как будущий муж и жена в будущем к своим женам и супругам. Они этого не знают, потому что они не видели нормальной модели. Как они будут относиться? Точно так же холодно будут отношения их будущих супружеских отношений вот на таком уровне холодном, отстраненном. И откуда эта девочка, которая или мальчик, будут знать, что холодильник должен быть всегда полным. Когда муж приходит с работы, должен быть или ужин, или обед, а там ничего нет. они эту модель уже воспринимают. Как там все берется, кто туда все покупает, непонятно. И поэтому у них это непонятки такие остаются на всю жизнь. Поэтому вот это влияние отношений, перекошенной любви, как я говоря, я бы не назвала это слово, слепая и любовь, эти два слова, они как-то не гармонируют вместе. Это такое зависимость. Вот слепая любовь можно сравнить с зависимостью. И родители думают, что они любят детей безумно. Мы продолжаем употреблять На самом деле они калечат их психику и не помогают им строить свои будущие отношения. И все же что делать отцам, которые чувствуют себя так же, как в этом видеосюжете, что им нужно делать? К сожалению, таких видеосюжетов мы можем наснимать очень много, потому что во многих семьях повторяется этот сюжет практически. И люди не знают, что делать. А в самом деле надо остановиться. И я бы, конечно, посоветовала этой маме, любящей так своих детей и относящейся так холодно к своему мужу, все-таки прийти на консультирование. Она должна, ей нужно открыть глаза, чем это повредит и ей, и ее детям, и всей семье. Это первое. Второе. Здесь мало очень мы можем уделить внимание постройке семейного семейного расписания. Вот чего не хватает очевидно в этой семье, а это во многих семьях, нет общего разговора, нет общего богослужения, нет семейного алтаря, на котором и оговариваются вот такие вот непонятные вещи. И это можно сделать было и до свадьбы, и после свадьбы. А говорить, вот это вот излишняя такая любовь, слепая любовь к детям, к чему она приводит. То есть открыть глазки наши после брака, допустим, мы уже поженились, вот уже пара есть, еще деток нет. И если эта пара постоянно и регулярно читает христианскую литературу по психологии семейных отношений, я могла бы даже порекомендовать такую книжку, как «Христианский дом». Это замечательная книга, которая урегулирует отношения родителей и детей. И там дается советы не только мамам, а и папам. Бывает такое, что папа в свою сторону как-то склоняет отношения, а мама в свою. И получается дети посрединке. Или мама слишком любит, а папа не знает, как эту любовь оказать. Бывают отцы просто холодные по натуре, они не могут оказать свою любовь детям, не знают как, потому что они сами недолюблены. То есть много есть причин для того, чтобы вот эта любовь не была проявлена в полной мере так, как она должна быть проявлена. Это регулирует Бог, и эти советы выражены в этих книгах, замечательных книгах по семейному служению, для того, чтобы показать папам и мамам, насколько любовь должна быть открытой, насколько любовь должна быть искренней и такой приятной, красивой, если вы хотите любить своих детей, оба, папа и мама, должны любить своих детей и проявлять эту любовь. Например, в таком маленьком примере, детям достаточно, если их папа и мама обнимают хотя бы в день раз пять. Обнимают ребенка или друг друга? И потом столько же обнимают друг друга. Вот в данной семье я этого не вижу. Мама обнимает, целует и говорит только с детьми больше, чем пять раз, в раз десять больше, но она не проявляет вот эту вторую линию любви, ее любовь к папе. И если они прочитают эту книгу, они увидят там, что совет такой, что муж должен много очень располагать своих движений, своего внимания, эмоций по направлению к жене, а жена к мужу, и тогда дети это видят, и они такую же любовь проявляют друг к другу. И тогда семья объединяется такой красивой силой, небесной силой, как любовь, и она никогда не будет слепой. Но это должно быть каждое утро и каждый вечер оговорено, оговорено. Как? А вот так. Встали и поговорили, какой у нас план, сколько надо детям уделить внимания, кто пойдет гулять, почему, что почитать с детьми, как мы молимся с детьми. Если вот эти все советы оговариваются и принимаются практически, тогда любовь, которую мы назвали сегодня слепой, она прозревает. И мама уже видит, она не совсем правильно делает. А папа доволен тем, что мама уже оказала и ему, и детям одинаковое количество вот этих приятных ощущений, любви и эмоций. Спасибо, Лидия Дмитриевна, за ценные советы. Дорогие телезрители, если вы любящие родители, то помните слова Соломона. Наставь юношу в начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. А если вы слеполюбимые дети, то не злоупотребляйте этой любовью. На этом мы прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...